С октября прошлого года в отделе образования города Экибастуза впервые в стране запущен проект «Колдау». Он направлен на развитие инклюзивного дополнительного образования детей. Была большая подготовительная работа. В течение всего летнего периода мы разрабатывали программы, обучали наших педагогов, более 100 педагогов прошло обучение. Если же обучением именно образовательным процессом, а не охваченной, то дополнительным образованием данные дети оставались всегда за бортом. И поэтому при трех внешкольных организациях, это у нас, вы знаете, это наш образовательный доступный комплекс «Кайнар», художественная школа и детская музыкальная школа имени Истая, на базе этих трех организаций дополнительного образования мы запустили исключительный проект «Колдау». Цель данного проекта – это создание условий для инклюзивного дополнительного образования детей с особыми образовательными потребностями. А конкретно, если остановиться, это дети с ментальными нарушениями, или, проще говоря, это дети-аутисты. Всего по проекту «Колдау» на сегодняшний день охвачено 90 детей, которые прошли отбор в три учреждения дополнительного образования – в «Кайнар», художественную и музыкальную школу. Из 90 – самое большое количество детей посещает образовательно-досуговый комплекс «Кайнар». В образовательно-досуговом комплексе «Кайнар» 63 ребенка, от 6 до 14 лет. И мы постарались по просьбе родителей расширить спектр кружков, расширить направление дополнительного образования. Сейчас созданы группы, и дети занимаются в 10 объединениях. Среди них – школа личностного роста, где дети развивают коммуникативные навыки, логопедический кружок – это, понятно, классическая коррекция, кружок компьютерной грамотности, студия интеллектуально-творческого развития дошкольников, театральная, вокальная студия, хореографический ансамбль, студия рисования и лего-школа, то есть это школа конструирования. Ну, вот так сказать, спектр достаточно широк. И даже по просьбе родителей с 1 декабря мы открыли группу общей физической подготовки с элементами скалолазами на базе туристического клуба «Зюз». И там в данный момент занимаются 16 детей. Посещают кружки дети с диагнозами с задержкой психического развития, детским церебральным параличом с расстройствами аутистического спектра. Педагогами разработаны вариативные адаптированные программы. В рамках проекта «Холдау» психолого-педагогическая поддержка предусмотрена и для родителей. Для оказания психолого-педагогической помощи родителям данной категории при Кайнаре работает тренинговая школа. То есть мамы, я понимаю, что происходит у мамы выгорание, и стрессы, и депрессивность, поэтому, чтобы помочь родителям тоже при социальных педагогами, психологами комплекса Кайнар разработаны тренинговые программы, и родители могут посещать тренинговые школы. Психологами клуба семейного общения «Жануя» по специально разработанной программе проводятся также индивидуальные консультации, тренинги для всех родителей, не только воспитывающих особых детей. В будущем в отделе образования намерены расширить спектр и направление по инклюзии на базе строящегося в Экибастузе детского дома творчества. У нас есть дети с особыми образовательными потребностями, которые не могут выйти за пределы, к меру своего диагноза болезней, не могут посещать эти данные организации, не могут посещать школу. То для данных детей также в рамках этого проекта у нас есть официальное направление. Так как наши сотрудники, организация дополнительного образования посещает этих детей на дому. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья и развития относится к числу проблем, актуальность которых не утрачивает, а в какой-то мере набирает обороты своего значения. Так как по статистическим данным, только по Экибастузскому региону зарегистрировано 1856 детей с особыми образовательными потребностями. Из них 664 дошкольного возраста, 593 детей с инвалидностью. Остальные – дети школьного возраста. Благодаря проекту «Кулдал» я думаю, что дети получили возможность развиваться в соответствии со своими интересами, способностями. Развитие инклюзивного дополнительного образования в нашем городе стало важнейшим шагом формирования культуры, отношения к данным детям. Потому что, что скрывать и говорить, что у многих при общении или когда дети видят данных детей, то у многих в первую очередь возникает неприязнь, не очень хорошее отношение. Я думаю, что мы благодаря этому проекту поменяем это мировоззрение наших жителей. Также у нас рассматривается вопрос открытия здесь центра аутизма в будущем году. Это уже по линии социальной защиты. И я думаю, что эта проблема наша городская, она будет решаться постепенно. И все до единого дети стопроцентно будут охвачены, во-первых, вниманием нашим, а во-вторых, и досудом.